Чем занять подростка в летние каникулы, когда не надо бежать в школу, учить уроки или писать рефераты? Конечно, у каждого свои интересы и увлечения, которым теперь можно уделить много времени. Но мы хотим вам рассказать о ребятах из горок Ленинских. Они посещают молодежный центр, где не только развлекаются, но и работают с пользой для себя и поселка. Молодежный центр ЮНОС теперь бюджетное учреждение со штатом сотрудников. Основная работа его направлена на организацию досуга подростков. В нашем поселении горки Ленинские очень много детей одаренных и талантливых. Это и художники, и музыканты, и другие творческие коллективы. Но наша задача – охватить вниманием детей, которые нигде не пристроены, то есть разнообразить их досуг. Помимо прочих интересных занятий, для ребят в июне месяце организована трудовая бригада, состоящая из школьников 14-16 лет. Подростки 2-3 часа в день на свежем воздухе работают. У нас были трудовые бригады при школе, а мы, как координирующий такой большой центр развития молодежи, еще привлекаем детей. То есть это наша главная задача. Сегодня, в преддверии праздника Дня молодежи, трудовики получили задание по уборке территории, где будет проходить дискотека. Отдохнули, теперь надо заняться делом. Что вы сегодня будете делать? Убираться на территории, готовить к празднику, к Дню молодежи. Подметать будем зону. Там будет пенная вечеринка. Взяв инвентарь, школьники отправились на место работы. Это площадка между детским садом и Аллеей Победы. Здесь нужно собрать весь мусор, подмести территорию. За время нахождения в бригаде подростки расклеивали объявления, разносили местную газету. Вчера мы убирались на остановке рядом с платной стоянкой, куда приезжает 24-й автобус. И там всегда очень много мусора. И нас попросили убрать этот мусор. И мы очень долго, на самом деле, собирали все эти бутылки, которые не в кустах лежат, они просто лежат в траве. Там даже разбивают бутылки. За работу ребята получат зарплату. Саша Вахонин увлекается автоспортом. На заработанные деньги мечтает отремонтировать свой скутер. Я люблю на нем кататься. В трудовой отряд я пришел с удовольствием, чтобы поработать, очистить наш район от грязи. Трудовая бригада школьников трудится не только в поселке Горки-Ленинские. У нас работают также 10 человек. Но поскольку у нас Горки-Ленинский поселок большой, у нас 9 населенных пунктов, у нас половина ребят работают в деревне Калиновки вместе со спортивным инструктором. Ребята молодцы у нас. Убирают, нет, в самом деле очень хорошо убираются. Какие-то ответственные. Им даже цербер не нужен. Их поставишь, придешь, примешь работу, еще покажут, где. Вот здесь помните, как грязно было? После дружной работы можно обсудить интересующие темы и предстоящую дискотеку. Что бригада и сделала.